Они как бы разные бывают, разные по заходам, разные по вариациям, разные по сложности и по технике, да? Например, вот там вот, все, что сейчас, например, делали, да? Группа говоря, да? И понсоль наггет! Делать, да? Потом, тот же самый сейчас, и понсоль наггет, только с колен, да? Раз! То же самое отсюда. С другим захватом, да, то, что вы сейчас делали. А на четыре стороны свету может? Или? Вряд ли. Вряд ли. Шапанаги по-насу. Вот, то же самое сейчас с вращением, да, то, что вы делали. А вот, а вот еще. О, пошли, 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 раз! Вращением бросим. Прямым входом, прямым выходом. Раз, подвернулся, бросим. Прямой вход, прямой выход. Например, тот же самый через плечо, ну, через спину, да? Варатес свой наггин называется, когда вы взяли и бросаете, у вас рука уходит вот сюда. Бывает? Под подушку ему. Вот. Бывает? Туриконный бросок. То есть вы взяли, контролируете, да, и входите вот. Такой бросок у вас. Бывает? Вы взяли вообще за две руки. Бросили его. Этих корпусных бросков много, 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 много. Там, ээээ, тот же самый, вот эти все отхваты, подхваты, да? Так, парай, парай, боссик, корпусной бросок. У чимата, тот же самый, корпусной бросок. Он отхватит не через ногу, он отхватит через бедро. Это все корпусные броски. Они на самом деле в исполнении довольно сложные технически, но в них всегда есть возможность с коленами. Потому что вы там корпусом делаете, да, у вас есть возможность доработать. То есть если вы пошли делать, там, пошли, оп, чувствуете, не получается, да, там, не дошли. Чуть-чуть там, оп, кинули с коленочек. То есть корпусные броски, они допускают некоторую долю оплошности, которую вы можете исправить. Так как человек летит через ваш корпус, у вас есть возможность построить свой корпус так, чтобы человек полетел. Это точно так же, как, например, на соревнованиях по дзюдо у чимата делали. Он зацепил ногу, раз, раз, и получается, а он скачет, 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 скачет. Или там с падением вообще его запустил. То есть есть возможность подработать еще корпусом. И посему броски, корпусные, они, в принципе, они полезные, они хорошие. Потому что вы учитесь владеть своим телом не только в момент броска, но даже когда что-то пошло не так, вы должны научиться свое тело подстраивать под любую технику, да. Ведь, например, тот же самый Харай Госи, да, ну, как один из вариантов, что говорят. Если вы пошли делать через поясницу, а не дошли. То есть, видите, если я сейчас начну делать просто обычный, обычный бросок через поясницу, у меня получится вот такая ситуация. Поэтому, когда я захожу на него, подкручиваюсь, я чувствую, что не идет. И вот тогда я делаю вот этот бросок сметаний в Харай Госи. То есть, я не могу сделать, я убираю. Или точно так же делают. Я точно так же пошел уходить, раз тоже не дошел. Что я делал? Я вот ногу просто зацепил. Это не передняя подножка. Потому что я сейчас буду дорабатывать корпусом, а ногой просто сметать его. Потому что, больше, больше, аж чего-то там. Вот. Всегда при корпусных бросках у вас есть возможность чуть-чуть доработать, если вдруг что-то пошло не так. При корпусных бросках, конечно, нужно полностью стараться сделать, соблюсти все нюансы, все аспекты той или иной техники. Но, так как вы работаете корпусом, так как у вас как бы амплитуда достаточно большая, очень много рычагов, у вас всегда есть возможность где-то чуть-чуть подправить. Почему эти броски, а? Многих вообще не используют, особенно проистки и шу-жицу. Многих не используют. Но, если вдруг иногда бывает такое, что человек пошел там что-то делать, у него не получается, но вы чувствуете, что вы сейчас можете, вот вам буквально надо таз под... Раз, оп, и он полетит у вас через поясницу. Да почему бы этого не сделать? Извините меня, два балла, не всегда два балла. По сути своей, ну, за бросок. Если вы хорошо бросили, нормально, все, там, тейкдаун, все, два балла. Если вдруг вы пошли что-то делать, например, мы с Андрюхой боремся, я пытаюсь ему там, например, очень многие просто, ну, по незнанию, да, там, что-то такое делают, и, например, я пытаюсь там сделать, ну, припасать, да, например, мы начали бороться, и я, например, увидел эту ногу, и пытаюсь сделать зацеп, и неправильно. Опа, и он меня кидает. Все. Вот вам ситуация самая стандартная, которая может быть. Поэтому броски корпусные, их знать очень важно, нужны и полезны, но они, во-первых, развивают не только ощущения, да, вот ваши, а насколько вы хорошо чувствуете корпус свой, то есть движение тела, движение корпуса, координацию своих движений, то есть вы начинаете чувствовать эффект, то же самое, как в борьбе партера, да, там, чувствуете, где там вес соперника находится, здесь все то же самое.